Бывают вполне себе случаи, когда появляются и угори, и кряплы, и для кряпл, как правило, конечно, исходят печенье. Значит, угори, помимо того, что они много-много-много лет живут в Москве, они стали в какой-то момент, что и было, в общем-то, конечно, ожидаемо, вполне с таким ростом численности, они стали осваивать новые территории, стали разлетаться и в Москву. Опять же возникает вопрос неоднократно, откуда вы знаете, что это огори из зоопарка? Может, они как раз из Африки прилетели? Ну, из Африки, не из Африки. В общем-то, мы и так не сомневались, что, конечно, московский, но из всех этих встреч, я двинусь к концу, из всех встреч, есть встречи с огори, по-моему, сейчас 12 или 12 окольцовых огорий, причем разных, это индивидуальные кольцы, индивидуальные метки, сейчас я вам скажу, которыми эти огори были окольцованы в московском замке. Значит, эта картинка, вот я вчера в интернете, такую картинку уже нашла в интернете, это вот такая Москва, примерно она такая сейчас, это административные границы Москвы, и какие они планируются, что-то есть, что-то планируется, я не стала совершенно вовлекать, просто то, о чем я говорю, что огори в Подмосковье, это имеется в виду, я потом придумаю, как его назвать, это за пределами уклада, за пределами тех, сколько там, 800-70 километров, внутри уклада, а вот все, что это в Москве, условно совершенно веримое, потому что понятно, огори в этом, без разницы административной границе, в каком-то Тин-Ау или Сдел-Ау они окажутся, или еще какого-то там Ау, который придет к Москве. Поэтому я пока, значит, говорю, если говоря об огорях в Москве, это все, что в замках. Вот так выглядят встречи огори за пределами уклада на сегодняшний день. Таких мест около 60, сейчас больше уже даже немножко точек, откуда сообщали о встречах огори. Ну да, сначала в основном на север они двинулись, ну хотя, может быть, и не правильно говорю. Ну, в общем, как вы видите, практически во всех направлениях они позвлекаются по Подмосковью. Это встречи либо вне гнездового периода, либо в период гнездования, но пары или одиночных огорилистах без птенцов. Но случаи гнездования в Москве известны. Причем тоже, значит, я недавно прочитал, что вот совсем недавно огори загнездились в первую подмосковую город. Значит, очень известное место, да, Владимир Владимирович? То есть город Королёв и юбилейный, бывший, который теперь на краю Королёва, где огори гнездятся. Наверное, это первое место в Подмосковье. Кроме того, я знаю, это как первое место. Где огори гнездятся, ну, больше тридцати, да, я думал? Потому что точно. Ну, не знаю, но они одного. Сначала одна пара много-много лет, а потом их число стало увеличиваться. Сейчас вот тут стоит какая-нибудь одна точка в Королёве. На самом деле в Королёве сейчас как минимум на пяти двойных разных местах. Красненькие места гнездования. В Подмосковье тоже в разных местах. Значит, это Зеленогорад пошел сюда в Подмосковье, теперь Москва, Долгопробный, Хинки, Лобни. Они издаться. Это ещё и Блюдели, третий год уже в прошлом году. Второй год. Ну вот, и Венсоны. Это вот известные мне случаи издавания Огайи в Подмосковье. Если кто-то из вас знает ещё, то буду очень благодарен. С 2003 года я кольцую в Москве Хагайи вот такими зелеными колечками, пластиковыми, с трёхзначным кодом цифровым белым, который написан трижды вокруг кольца, чтобы его можно было видеть практически в любом ракурсе. На сегодняшний день окольцовано всего около чуть больше трёхсот из двух тысяч. Это, конечно, слёзы. Поэтому окольцов на Хакайи не так часто можно увидеть в Москве, но, в общем, вполне себе можно. И, наскольки, последние уже довольно много окольцов, какие-то поцеловачи, десятки. Это мальчик лунат помогал периодически, кто не хочет мне помочь, все равно не соглашаешься, если это возможно. Кольцо, мы их в московском зоопарке зимой, где вот такая стоит ловушка, именно на старой территории, она была построена в этих кормовых классах специально для этого организма. Надо сказать, что они очень хорошо творят. Вот такие колечки. Их хорошо видно, в общем-то, и воробьем глазом, а если уже спину, то тем более. И даже если живой плавает в воде, то на близком расстоянии, если плавает, хотя уже часто будет прозрачная вода, то именно коричками будет даже в воде. И вот, как я в последние годы тоже говорила, иногда можно услышать, вот, да, я проходил пруд, там огари были, о чем известно, или люди специально едут на пруд, посмотрели, они смешивают, если окончили огари, они едут, затыгивают зенит, и возвращаются не с чем. Ну, потому что самец стоял на одной ноге, спал, а самочка плавала на стене. Ну, к ней. Ну, вот, я могу дать вам циничный совет. Циничный, но профессиональный. Значит, для чтения колец незаменимые вещи в Москве, для Ангаре конкретно. Это, как учебные, опять же, есть кудрявца, булка и палка. Значит, если животное стоит на одной ноге, вы не бойтесь, да, животное сладко спит, ничего, оно проснется, встанет на две ноги, ноги, и потом заснет обратно через две минуты, если он хочет спать. Вот, аккуратненько чем-нибудь там, кинуть животное. Или, так что оно не было, истерику не летело, а опустилось вторую ногу. Или свистнуть, там, хлопнуть, еще что-нибудь. Вот, если птица плавает, там, в десяти-пятнадцати метрах, ну, что-нибудь покрошить ей воду. Хотя сейчас, в общем, конечно, уже такой период у них живет, что я сейчас дышать потом гораздо больше, чем-нибудь. Вот. Ну, вот, тем не менее, если и при случае. Вот. Иногда даже бывает достаточно просто достать пакет и пошуршать, сделать. Или птицы, привыкшие к подкомке, отплывают, и можно посмотреть. Значит, мы еще несколько лет назад еще и кряк стали концевать, тоже такими же кольцами, только черными, потому что это слеплые лапы, и на них хорошо были черное кольцо. Конечно, кряк у нас окольцовый меньше двухсот сейчас, и, конечно, не для кольцового кряк, ну, это вообще просто не удача, потому что животное в совершенно другой период жизни плавают, в общем, кряк у стрелящей на ногах, так что хорошо было кольцо, но, тем не менее, уже у нас есть некоторое количество сообщений, в том числе с птицами кольцовыми, так что, ну, наверное, мы с вами были при этом тоже. Вот, начнется. И у вас очень много спецов, вы видите, где-нибудь на 100-летнем у нас были птиц с такими колечками. Сейчас можно, конечно, и без бинокля отлично фотографировать их, и телефоном просто, и дальше там величек можно часто прочитать номер колечков. И не только о кольцовом хагаре. Я очень часто слышу «Да, у нас их полно», «Ой, а у нас прилетели вот вчера». Я говорю, ну, а что же мне рассказать? А зачем? Они же и без колец, и без улыбки. Это разве интересно? Да, это тоже интересно. Я лично очень буду благодарна, всегда благодарна за любые сообщения о московских агарях и о московских агарях, какими-то реальными доказательствами. Потому что это и фенология, когда появляется, это как меняется их распределение по городу в Москву. И если я получу сообщение о каком-то месте шесть раз от разных людей, ничего страшного, это гораздо лучше, чем «Ничего». мне говорят часто, что «Нет, я все московский бочер, московский коллектив, а что, я все отсылаю, я все заправляю в Руберт или в Вайн-Натуралист или в… куда ищу? Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. И не одна я. У меня появились помощники. Но, тем не менее, я стараюсь просматриваться по максимуму. Конечно, в первую очередь вот эти базы. Но! Вот, например, пример. Далеко не единичный. Пример, соответственно, база данных Руберт. Отличная база. Да, она там со специальной целью была сделана. Она, наверное, отличная, но, наверное, точно годится для квадратов. Это не права, потому что там они не использовались в оборудовании. Конечно, я и делаю. Безусловно. Нет, вот конкретный пример карточки. Конкретный пример карточки. Вот, значит, Бурцовские пруды. Отлично. Сколько там? 29 или там. Четыре, можно говоря, из них. Это Бурцовские пруды. И, значит, она говорит, там точки стоят, растикаешь на точку, и все. Вот. Значит, вот точка. Из 29 лет стоит одна точка, одна единственная точка, на которой написано «Кустинга обыкновенная». Между двумя, соответственно, этими трудами. Понятно, что эти четыре огоря не там были. Они были на том пруду, наверное, в этом пруду. Это я просто к тому, что, к сожалению, здесь куча таких картинок. Огорь – ГБС. Ну, отлично. Огорь – ГБС. ГБС – штук десять, наверное, разных прудов. Причем там, где-то они гнездятся, мне интересно, а будут? Нет, а где-то они там. Осень появляется. Весной, где-то зимой даже. Зимой болтался. Ну, я просто знал, что, конечно, поточнение приветствуется. Ну, если не лень, хотя я, конечно, просматриваю бы и эти все базы, и из них тоже надо что-то извлекать. Ну, в данном конкретном случае что надо сделать? Понятно, просто написать автору людей с просьбой упочнений, что я делаю очень часто. Возникают проблемы с определением возраста к тем словам. Вот, например, все как-то криклят, «Отлично!» «Отлично!» «В этом!» «Три С!» «В этом!» «Ничего!» Вот это тоже, буквально на днях мне попалось, случайно, в живом журнале. Я там, выбрал автора. Вот фотография такой написи. «Я знаю, как будет угарь, а вот до этого самца не применим темное кольцо на шее, и подпись там внизу, не знаю, кровать или нет, самец угаря». Кто это, по-вашему? Самец или самка? Кто скажет? Конечно. Конечно. Это неизвестно кто. Это птенец, который, конечно, и даже профессионалы, уже в Москве, допустим, в начале августа, а уже в середине августа-сентябрю, уже с трудом кричат взрослых, они взрослого размера, но у них, видите, все-таки окрасочка у них сероватенькая голова, у них очень характерно, они не яко-рыжие апельсины, у них видно, что буроватенький перья на головной спине, потому что у них еще перья окрашены вот так. Много лет назад я придумала вот такую на основе классификации, которая была разработана для австралийских агарей, которые очень близки к нашим агарям. Классификацию в возрастных классах, это, простите, была опубликована в казарке, статья об этом, аж в шестом манере выпуска канарки в девяносто девятом году. Там просто, помимо картиночек, есть там черно-белые еще картиночки, там есть подробные описания, как были способны в каждом классе. Они немножко отличаются классификацией. и в этой табличке сравниваются как раз известны, как Исакова, на самом деле, конечно, как раньше, классификация возрастных классов и отличных рудок. Ну, быстрее всего мы как-то научились, конечно, разрубливать, по большей части по большей части большие учетчики или не вообще определяют так же, как крен. Так и ну, нужно их определять иначе, и, конечно, тут все, я завершаю на публикательной ноте, которую хотел услышать. во-первых, я буду очень и всегда и остаюсь благодарна за сообщение в Москве и Подмосковье. Насколько из этого удастся сделать какую-нибудь науку, пока у меня нет уверенности, но посмотрим. Но, тем не менее, вот все равно интерес остается, интерес сохраняется, и, соответственно, где-то с 1995 года, наверное, я стала собирать сведения об огорях, все наблюдения, сообщения, информацию из писем, из учетов и так далее. наконец, что нужно было сделать, конечно, очень давно, но я, естественно, там нет времени, нет сил, уже совсем по-другому, но, все-таки мы подмеклись на то, чтобы создать базу данных по наблюдениям искусственных поколений. Эта база сделана, в этом зале присутствует человек, который, собственно, предложил сделать. И сейчас она находится в стадии наполнения. мы сколько если там? Уже больше пяти тысяч, наверное, да? Около четыре общения, не знаю точно. наблюдения. Выглядит она вот так вот. Она должна быть очень, это пока все предварительно, то есть, возможности поиска по году, по дате, по наблюдателю, по месту, по каким-то особенностям, там, птенцы или птенцы. выглядеть это будет примерно так. Туда можно подстегнуть количество фотографий, видео, внешние ссылки, соответственно, для каждого. Вот почему не всегда оказывается полезно рефорс, потому что мы ставим точки конкретные, есть, конечно, попадаются не вполне, ну, бывает, да, там, парк дружбы, ГТС, там, Головинские пункты, которые там тоже есть только, и невозможно извлечь конкретную информацию, но, когда удается, мы стараемся максимально подробно, соответственно, каждому к каждому наблюдению привязаны координаты, и если еще окнаст по этим координатам, то вы увидите карту, и критика обозначена место встречи, соответственно, место наблюдения. Если еще ссылки, то вам откроется тот, так сказать, путь к этой ссылке, и сама ссылка, там же, соответственно, естественно, карточки вставляются, в общем, где мы подчеркнули эту информацию, на то есть на то есть так что я, честно говоря, чтобы я все анонсировала, но единственное, что я опасаюсь, что с завтрашнего дня начнутся вопросы где же анонсировала база, где посмотреть, где я ничего не обещаю, гарантирую, мы будем стараться, по мере сил, потому что это все, что называется, к сожалению, оба мы этим занимаемся в числе досуга, с которыми, конечно, крайне дефицит. как получится, так получится, но единственное значение стараться завершить, в общем, большую часть работы, конечно, мы сделали, и предполагается, что эта база будет лежать в открытом доступе в интернете, ссылки, ссылки, там, там, чтобы ей можно было все пользоваться, только спасибо большое за внимание, простите, что от него есть очень простой, готовый. Спасибо.